Владимир Путин принял в Кремле председателя КНР Си Цзиньпина, который заявил, что не случайно выбрал Москву для своего первого визита после переизбрания. Украина имеет хорошие позиции, чтобы начать контрнаступление на критических участках фронта. Российские наступления потерпели неудачу, считает институт изучения войны. Национальная ассамблея Франции дважды отклонила в отумы недоверие правительству, ставшие решающими голосованиями по пенсионной реформе. Глава ЕЦБ приветствовала усилия по стабилизации банковской системы. Кристин Лагард не ожидает, что проблемы с Credit Suisse перекинутся на еврозону. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином. Сам факт этого визита называют важным сигналом для мирового сообщества. На фоне войны в Украине и ужесточения санкций против Москвы российские и китайские лидеры обменялись заявлениями о значении двустороннего сотрудничества. У нас очень много совместных задач, целей. Знаю, что вы лично, все наши китайские друзья, уделяют развитию российско-китайских отношений большое внимание. Обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы, к которым мы относимся, безусловно, с уважением. Мы всегда открыты для переговорного процесса. Си Цзиньпин подчеркнул, что не случайно выбрал Москву для своего первого заграничного визита после переизбрания на пост председателя КНР. Он назвал Россию и Китай добрыми соседями. Си Цзиньпин подчеркнул, что не случайно выбрал Москву для своего первого заграничного визита. Си Цзиньпин подчеркнул, что не случайно выбрал Москву для своего первого заграничного визита. Си Цзиньпин подчеркнул, что не случайно выбрал Москву для своего первого заграничного визита. Си Цзиньпин подчеркнул, что не случайно выбрал Москву для своего первого заграничного визита. Книга 35 километров отorr 1995. Книга 40 визита. Си Цзиньпин подчеркнул, что не случайно выбрал Москву для своего первого заграничного визита. Продолжение следуетões визита. В последние недели, предполагая, что русская область в Донбассе может быть близкой к конкуренции. Всего 9 голосов не хватило оппозиции, чтобы объявить в отум недоверие правительству Франции и таким образом сорвать пенсионную реформу. Так закончилось рассмотрение наиболее опасного для кабинета Елизабет Борн предложения, поступившего от представителей нескольких фракций. Второй вводом недоверия от ультраправого национального собрания провалился со значительно худшим результатом. После этого президент Эммануэль Макрон пригласил в Елисейский дворец лидеров парламентского большинства Елизабет Борн, чтобы обсудить с ними пути выхода из кризиса. Оппозиция призывает его все же уволить премьера-министра при таком уровне поддержки. Отставка правительства стала последней возможностью заблокировать пенсионную реформу в парламенте, после того, как Елизабет Борн в одиннадцатый раз воспользовалась положением Конституции об обходе парламентских процедур. Эта статья позволяет правительству поставить вопросы доверия кабинету вместо голосования по законопроекту. Европейские фондовые рынки позитивно восприняли попытки деловых кругов планеты выручить швейцарскую банковскую систему. В начале понедельника акции банков ЕС понесли потери, но затем котировки вернулись на положительную территорию. Политики на континенте также приветствовали экстренное поглощение терпевшего бедствия банковского гиганта Credit Suisse швейцарским аналогом UBS, как шаг призванный поддержать финансовую систему и успокоить рынки. Выступая на слушаниях в Европейском парламенте в Брюсселе, председатель Европейского центрального банка высоко ценила последнее решение швейцарских властей по восстановлению нормальной рыночной обстановки. Кристин Лагард сочетала необоснованными опасения того, что проблемы с Credit Suisse могут перекинуться на еврозону. Спасибо большое. Мы monitor market developments closely and stand ready to respond as necessary to preserve price stability and financial stability in the euro area. The euro area banking sector is resilient with strong capital and liquidity positions. Заранее скоординировав свои предложения с пятью другими западными центробанками, ЕЦБ также объявила доступность наличных денег через глобальную финансовую систему. Накануне ЕЦБ поднял ставку на половину процентного пункта. Это большое повышение, которое стало неожиданностью для некоторых наблюдателей. Но Лагард сочла его уместным. Ее словам втворило правительство Германии. Ее представитель не считает, что рост стоимости кредитов выходит из-под контроля. Кредит Suisse стал последней и самой крупной жертвой кризиса доверия, который уже привел к краху двух средних по размеру американских банков. Второй величине кредитор Швейцарии считался одним из 30 самых важных банков мира. Поэтому швейцарские власти поспешили осуществить его поглощение. Французский журналист Оливье Дюбуа был освобожден почти через два года после его похищения в Мали. Он прибыл в аэропорт Ниамея в Нигере в понедельник вместе с Джеффри Вудке, американским гуманитарным работником, которого держали в заложниках с 2016 года. Оливье Дюбуа, журналист-фрилансер, был похищен 8 апреля 2021 года в Мали джихадистами, связанными с Аль-Каидой. Заложники были найдены нигерийскими властями, а затем переданы французскими и американскими властями. Белый дом и Елисейский дворец выразили огромное облегчение и большую благодарность Нигеру за это освобождение. В Тоскану прибыл плавучий терминал для сжиженного природного газа. Судно «Голлар Тундра» стоимостью 330 миллионов евро прибыло из Сингапура. Оно должно помочь Италии обеспечить потребности в топливе после начала российского вторжения в Украину и обострения энергетического кризиса, считают в правительстве. Противники этого проекта говорят о серьезных рисках для здоровья и безопасности итальянцев. На терминии circunstante есть интердиционы, а здесь интердиционы стоят 150 метров. Это означает, что у нас есть группа серии А и группа серии Б. Этот СПГ-терминал может хранить до 170 тысяч кубометров сжиженного топлива. Чиновники объясняют, что установили его так близко от берега, чтобы иметь возможность перекачивать газ в Северную Италию. В правительстве уверяют, что это временное решение. Через три года судно могут перевезти на другую стоянку. Спорт может выходить за рамки политики, пересекать границы, объединять людей и часто даже залечивать раны. Для сборной Украины гимнастика это еще и нечто другое. Украинские гимнастки находятся в Греции с помощью греческого олимпийского комитета, который взял на себя расходы по их участию в чемпионате мира. Но мыслями они всегда дома, где идет война. У 2022 году, когда Россия повномасштабно вторглась на территорию Украины, и в Моготата не было другого выбора, как пойти воювать. Он хотел защищать нашу семью, нашу страну. И мы также за него очень сильно хвилюемся. Но верим, что все будет хорошо и мы победим. Сборная Украины постоянно выезжает на турниры и, по возможности, не возвращается в Киев из соображения безопасности. Спортсменки благодарят всех, кто их поддерживает. Мы уверены, что они не выступают через нас. Воздушная тревога стала повседневным явлением в Киеве. Наставник команды вспоминает, как однажды во время тренировки прозвучала сирена, а ее девочки не прекратили заниматься, хотя она сказала им идти в бомбоубежище. Киев сейчас достаточно сирый, похмурый, через то, что часто тревоги, часто ракетные удары в житловые домики. И нещодавно от нашего залу буквально 500 метров попали в домик. Поэтому мы каждую хвилину в этом зале очень ценуемо и очень рады, что ЗСУ сделают все возможное, чтобы мы смогли тренироваться в нем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!